Жемчужиной стенда марки Havail на автосалоне в Шанхае стал концепт Vision 2025. В лучших традициях технократии проект щеголяет навигационные системы дополненной реальности, дисплеем с динамическим отображением на ветровом стекле, сопряженным смарт-браслетом, а также технологией потокового мультимедиа. Карту-ключ инженеры заменили на функцию распознавания лиц. О силовой установке инженеры ничего не говорят, поэтому название концепта, очевидно, отсылает нас в год, когда у марки Havail появятся гибриды, электрокары и автопилоты. В России же Havail готовится к запуску уже построенного в Тульской области завода. Первой локализованной моделью станет кроссовер F7. Следом на конвейер станет его купеобразная версия F7X. Старт продаж намечен на сентябрь. А третьим в очереди значится рамный Havail H9, рестайлинговая версия которого дебютировала на шанхайском автосалоне. Машина отличается решеткой радиатора с тремя горизонтальными прутьями, новыми фарами и бамперами. В салоне появилась цифровая приборная панель и сенсорный экран медиа-системы. Наконец, в России могут вернуться пикапы материнской для Havail марки Gridwall. В Шанхае дебютировала новая модель, которая станет серийной в следующем году. Условно их пока называют PAO или P-серии, хотя официально латинизированного названия нет. Зато мы знаем, что семейство базируется на платформе P-71, предназначенной также и для внедорожника Havail H9 следующего поколения, которую как раз будут выпускать в России. Базовые пикапы получат рессорный задний мост и задний привод, а на дорогие установят независимую заднюю многорычажку и полный привод с блокировками всех дифференциалов. Двигатели бензиновые и дизельные мощностью примерно 180-240 л.с., причем китайцы намерены уложиться в европейские экологические нормы.